На телеканале Лобовремя новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Алексей Долгополов рассказал о планах на 2013 год. Районная коллегия о работе администрации Упорный в прошлом году поставила удовлетворительную оценку. Ученики 4-й школы побывали в Новороссийске и приняли участие в ежегодной операции без козырка. Жители Упорнинского поселения высоко оценивают деятельность своего главы. Рейтинг Алексея Долгополова около 80%. Тем не менее, по доходам Упорный находится в числе отстающих среди поселений района. Оказать помощь в этом направлении готовы районные специалисты, которые изучили ситуацию на заседании коллегии. Тему продолжит Татьяна Чистова. Укрепление экономики, благоустройство станицы, благополучие каждой семьи – это ключевые задачи, которые ставят перед собой краевая, районная и сельские власти. Александр Садчиков отметил, что Упорнинское – то поселение, в котором наметились положительные тенденции развития. Станица начала формироваться как нормальная станица с направлением личных подсобных хозяйств. Станица определилась и по инвестиционному климату. Станица определяется также со своим бюджетом по 131-му закону и по тому, как были распределены полномочия. Я думаю, что немало сделано здесь за прошедшее время и по благоустройству, немало сделано в отношении того, чтобы ни одна значимая, общественно значимая организация или предприятие ушли из станицы Упорной. Наоборот, вы видите, что идут ремонты и бюджетных учреждений, и благоустройства в станице, и шикарнейшая дорога, которую, федеральная дорога, вернее, краевая дорога, которая подошла к станице Упорной. Движение газа пошло. На этот год 30 миллионов выделяется, газ доходит до сладкого, и дальше движется, значит, уже в станице Упорную. То сделается все для того, чтобы станица, она как имела крепкие устои, так оно и имела. Подводя итоги развития территории, Алексей Долгополов сообщил членам коллеги о том, что сделано в поселении в прошлом году и что предстоит сделать в текущем. В своем докладе глава сказал, что в Упорной пока трудно найти работу, потому что отсутствуют крупные хозяйствующие субъекты. Поэтому более 200 человек не имеют постоянного заработка. В связи с этим администрация ведет разъяснительную работу об альтернативных видах животноводства, садоводства, виноградарства, а также о развитии тепличных хозяйств. В настоящее время на территории поселения ведется строительство теплиц. Предположительное вложение инвестиций в данный проект 15 миллионов рублей. И также планируется предпринимательство из Лобинска теплицы на 5 миллионов рублей и построение магазина, открытие магазина. Соответственно, появятся новые рабочие места для жителей сельского поселения, увеличатся собственные доходы. А пока собственный доход поселения немногим более 2 миллионов. Этих средств не хватает на содержание инфраструктуры, поэтому упорная получает финансовую поддержку от района и края. Александр Демченко в начале выступления подчеркнул, что любая критика, звучащая в адрес сельских властей, направлена не на то, чтобы упрекнуть администрацию, а на то, чтобы помочь в решении проблем. Мы хотим просто акцентировать ваше внимание на этих недостатках с той целью, чтобы уменьшить их количество и сделать действительно улучшение ситуации в поселении. Говоря об экономике, бюджете, финансах, первый замглавы района отметил, что это главные составляющие благополучия поселения. От этих категорий зависит его настоящее и будущее. Заработная плата в упорной ниже среднерайонной. 45% населения трудоспособного возраста официально числятся безработными. Однако сюда входят и люди, занятые в теневой экономике. Поэтому власти должны заниматься с руководителями организаций, предприятий, вопросами легализации зарплаты. Чтобы помочь гражданам с работой, Центры занятости населения практикуют переобучение станичников. В числе уже получивших новую профессию есть и жители упорной. В целом, для улучшения состояния экономики поселению необходимо привлекать инвесторов и развивать все формы хозяйствования. Евгений Сверликов подчеркнул, что главное богатство сельской местности – земля. В упорной географии климат способствует богатым урожаем. Поэтому в поселении надо заниматься развитием сельхозтоваропроизводства. Администрация поселения должна сегодня заниматься вопросами развития мелкотоварного производства и привлекать жителей, живущих на этой территории, которые будут строить для себя дома, фермерские, полевые станы и так далее, и так далее, и так далее. Что касается имущественных отношений, Владимир Кацук сообщил, что в 2012 году в поселении возросла активность по оформлению земель. Но все равно этим вопросом нужно продолжать заниматься, потому что пока процент земли, состоящий на кадастровом учете, низкий. Сергей Перевалов, являясь куратором упорненского сельского поселения от района, отметил, что вопросы благоустройства, а это и отопление, и освещение, и дороги, касаются каждого жителя района. Все хотят ездить по хорошим дорогам, получать качественную воду, отводить воду, чтобы в станице было светло, в домах было тепло. Многое в этой области сделано в прошлом году, и еще многое предстоит выполнить. Поселению необходимо участвовать в краевых целевых программах по благоустройству, в том числе работникам администрации надо популяризировать программу «Социальное развитие села». Ведь она дает хорошую возможность жителям сельской местности приобрести жилье. В станице жива, в станице остается молодежь, в станице женятся, в станице создаются новые семьи, появляются на свет дети. И вот для того, чтобы всем этим людям создать должные условия, для того, чтобы поддержать то, что было создано и на месте в станице, необходимо, конечно, здоровая злость на работу, необходим, конечно, здоровый такой амбициозный подход к делам, ставить перед собой планы, которые, может быть, порой, кажется, невыполнимы, но их необходимо решать. А инструментом для всего этого есть сегодня то множество программ во всевозможных областях жизни, которые сегодня есть. Несмотря на удаленность от районного центра, социальная сфера в упорное хорошо развита. В школе в последние годы увеличивается количество учащихся. Благодаря целевым программам приобретается оборудование, оснащение. Но Татьяна Гринева считает, что администрации учебного заведения надо обратить внимание на благоустройство, которое не зависит от денежных затрат. Коллектив многое способен сделать собственными руками, и этим нужно заниматься. Также больше времени педагоги должны уделять воспитанию молодежи, в том числе патриотическому. Малое количество задействовано детей военной патриотики. Надо заниматься этой работой, потому что это важно. Рассказывать детям о нашей малой родине, рассказывать о тех завоеваниях, которые были раньше. Детей надо приучать к жизни той, которая есть на сегодняшний день. Какими мы их воспитаем, такие наши дети и пойдут дальше в жизнь. Амбулатория, благодаря целевым программам, в которых участвовало районное здравоохранение, значительно преобразилось. А вот в детском саду, в доме культуры имеются ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее время. Олег Кухно сказал, что население упорное по сравнению с прошлыми годами сейчас более позитивно смотрит в будущее. Замглавы считают, что положительная тенденция сложилась и благодаря плодотворной работе актива станицы. Если по социально-экономическим показателям упорное далеко не в лидерах, то по рейтингу главы сельское поселение на первом месте. Около 80% жителей доверяют Алексею Долгополову и считают его работу плодотворной. Решением коллегии деятельность администрации упорненского сельского поселения признали удовлетворительной. Надо отметить положительную работу актива, ТОСов, высказать положительное мнение в целом о вашей озабоченности, о том, что все-таки вы прошли очень трудный, непростой период и продолжается, система еще должна больше устояться. Но в целом, я думаю, что упорненцы, можно отметить, нашли себя в этой обстановке и видят те пути, направления, по которым пойдет дальше развитие станицы. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». В рамках проведения месячника военно-патриотической работы ученики 4-й школы побывали в Новороссийске и в Армавире. Ребята приняли участие в ежегодной операции «Без козырка» и познакомились с армейской службой во внутренних войсках. Подробнее расскажет Карина Аганян. Мирное небо, крики чаек, свободный бьющийся о берег волны – все так легко и непринужденно. Однако 70 лет назад все выглядело здесь совершенно иначе. Не было ни лебедей, ни чаек, гордо парящих над морской пучиной. Лишь взрывы снарядов и крики тех, кто защищал здесь каждый кусочек земли, жертвуя жизнью за нас, живущих. Подвиг новороссийцев вот уже 70 лет вписан в историю нашей Родины. Тогда, в 1943 году, с 3 на 4 февраля, произошла героическая высадка отряда майора Цезаря Куникова на легендарную Малую Землю. Катера с десантниками вышли к Цемецкой бухте и вступили в бой с немецкими захватчиками. 225 дней шла оборона крепости. В сентябре началась Новороссийская наступательная операция. Город был освобожден, радости не было предела. Чтобы увековечить подвиг малоземельцев, с 1968 года проводится операция «Бескозырка». За годы ее существования участниками этого мероприятия стали более 236 человек, в том числе учащиеся Лобинской школы номер 4. Они вместе со своим преподавателем впервые побывали в Новороссийске, много увидели и готовы поделиться впечатлениями. В Новороссийск мы посетили с ребятами 8 и 10 классов и как раз приняли участие в краевой акции «Бескозырка», которая проходит каждый год и посвящена, в этом году была посвящена очередной годовщине, 70-летию высадки десанта в феврале 1943 года под руководством Цезаря Куникова. «Малая земля» и сама по себе прекрасный памятник. Она помнит своих отважных героев. Каждый кусочек этой земли словно говорит о тех событиях, которые развернулись здесь несколько десятилетий назад. Но есть на ней и памятники, воздвигнутые советскими людьми в память о тех, кто погиб смертью храбрых. Это и 9-метровый железобетонный памятник Стелла. Он гордо возвышается на месте высадки десанта майора Куникова. Памятник – ансамбль «Малая земля», где проводится операция «Бескозырка». Мемориальный комплекс «Долина смерти» и многое другое. Здесь до сих пор можно увидеть сохранившиеся, но заросшие травой окопы, воронки от снарядов и авиабомб. Танки, остатки снарядов, истребителей – все это можно увидеть своими глазами и окунуться в те далекие времена. Мы видели памятник, как нос корабля, в виде носа корабля, в котором наш русский десант десантировался на «Малую землю». Мне понравилось «Новороссийский», так как я там был первый раз, и меня удивило то, что я увидел там крейсер, высадка десанта, реконструкция войск, ну, реконструкция боевых действий. «Эта поездка дала шанс побыть участниками военных событий. Мы видели все, как было именно в те времена. Мы гуляли по набережной, это очень было хорошо, очень красивый город, очень красивое море». Для детей, приехавших на «Малую землю», памятники истории стали настоящим открытием. Но на этом их интерес не был исчерпан. Желая узнать как можно больше о тех, кто в нужный и важный момент для Родины бросается на ее защиту, ребята решили посетить и воинскую часть в Армавире. Учащиеся 6-х и 10-х классов 4-й Лайбинской школы отправились в гости к спецназовцам. Не забыли и про гостинцы, которые сами собирали к 23 февраля. «Конечно, нам очень интересно увидеть, как живут спецназовцы, как они умеют нас защищать. Я надеюсь, что нам покажут свои навыки они. Ну и главное, ради чего мы сегодня сюда собрались, это, конечно же, узнать побольше о нашем земляке. Сергей Богданченко, который погиб при исполнении, который является героем России». В части дети не только познакомились с бытом войск специального значения, а также посмотрели документальный фильм о стойкости, мужестве и несгибаемой воле. «Сегодня нам показали музей боевой славы. Фильм показали, мы узнали, как попадает в спецназ. Мы узнали, что это очень сложно и болезненно. В музее мы узнали достижения их. Мне, как человеку, выбирающему военную профессию, очень пригодилась информация, которую нам рассказывали. Посмотрели фильм о том, как спецназовцы получают крабовый берет. Нас проводили по разным зданиям, объектам. Рассказали о том, как живут контрактники, о том, чем они питаются, что они делают. Нам показали фильм о том, как заслужить крабовый берет. Тебя вообще поразило, насколько это трудно и легко. Я раньше уже знал, как его получить, но сейчас я это увидел намного ярче, и это оказалось очень трудно. Стоит отметить, что мероприятие по получению крабового берета проходит дважды в год. В нем участвуют лишь самые достойные, и только те, кто доказал свою стойкость и волю к победе, доходят до конца. Прогноз погоды узнаем у Ирины Бирюковой, и я передаю ей слово. Ирина, какой будет погода в пятницу? Облачно и немного ветрено. Такую погоду обещают синоптики 22 февраля. Время новостей подошло к концу. До свидания. Всего доброго.